Я получил вопросы, которые вы хотели бы со мной рассмотреть. Главный вопрос, как на полях у нас сегодня ситуация, как у тебя складывается уборка урожая. Второй вопрос кадровый. Вы за эту неделю должны были вынести кандидатуру министра сельского хозяйства. Я хотел бы услышать ваше мнение. То есть кадры и организация уборочных работ на сегодняшний день. Но в ближайшее время я постараюсь побыть в плане Запад, посмотреть как раз зона твоей ответственности, Гродненская область. Посмотрим, возможно, Брестскую область. Ну, целый комплекс министерства сельского хозяйства работ. Поэтому вот в этом плане. Потом тебе конфеты поручалось сделать, сделать ты их или нет, чтобы люди понимали, что у нас сухого молока, обезжиренного, море. А в Китае мы подсмотрели их технологии производства разного рода кондитерских изделий, в данном случае конфет, вообще без сахара и сухого молока. Можно добавлять туда какие-то растительные добавки, особенно для детей. Честно говоря, когда Николай привез мне их из Китая, я попробовал там сам, конечно, это не для меня. Но дети, маленькие дети с величайшим удовольствием употребляют это лакомство. Почему мы не можем делать это и продавать, и главное, своих людей обеспечить? Потому что, еще раз повторяю, вот этого нежирного молока, обезжиренного, сухого молока у нас море. Жанна Александрович, в соответствии с Вашим поручением, наши специалисты республики отрагировали. Ты на колене пока произвел, да? Это произвели на наших линиях медпрепаратов. То есть? Завод медпрепаратов. На линиях медицинского характера. Медицинского характера. Вот это вот все произведено. Здесь составят сухое молоко, некоторые есть детское питание, до 40% доходят. Сухое цельное молоко, значит, сыворотка. Ну, состав разный. Разный состав. Но очень приятный на укус, и для потребителя достаточно неплохой продукт. Ну, надо попробовать взрослые люди, особенно для детей. Это очень важно, что мы тут растительного происхождения можем добавить. Да, здесь вот смородина добавлена. Вот здесь смородина добавлена. Здесь аскорбиновая кислота добавлена. Вот две такие таблеточки на чашку теплой воды, как молоко. Приятно потреблять. Ну, видишь, китайцы молодцы. Они ухватились за это, и они заполонили, полтора миллиарда человек, они заполонили свой рынок вот таким лакомством. Но мы можем запросто и в Китай поставить. В Китай, я думаю, что это пойдет даже на Африку. Ну, куда угодно. Африку, Китай, мы же работаем с ними. Очень много. И сложности никакой нет. Единственное, необходимо линию пробирать. Может, и две надолинии. И фасолку хорошо сделать, чтобы паковать можно было в соответствующей дороге. Все и пойдет. То есть это состоявшийся вопрос. Да, да. Ну, надо попробовать, чтобы дети, взрослые, надо сделать достаточное количество и опробовать. В детских садах, в школах и так далее. Спасибо.